Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Работа на предупреждение. Столичная клиника «Северная» готова к сезонным обострениям. Экологическая катастрофа. Исток реки Аниш превращается в свалку. Быстрее, выше, сильнее. В Чувашии возобновились учебно-тренировочные сборы. Больница скорой медицинской помощи готова к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппа в условиях пандемии. На что сделан упор в нашем сюжете. В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, который наложился на существующую пандемию, в настоящее время БСМП пришлось подключить к этой работе дополнительную силу в филиале номер 2 клиники «Северной». Таким образом, в настоящее время в больнице под ковид, подозрения и на лечение пациента с пневмонией развернуто 542 койки. Помимо этого, существенно модернизирована и усилена материально-техническая база больницы. Вот лишь несколько примеров. Проведено более 300 дополнительных точек подачи кислорода. Закуплено 88 аппаратов ИВЛ. Четыре десятка мониторов слежения за витальными функциями пациента. Аппараты высокопоточной оксигенотерапии. Реанимационные функциональные кровати. В настоящее время больница полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и, самое главное, кадрами. Которые, по словам главного врача БСМП, готовы профессионально бороться с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Вспышка инфекционного заболевания зафиксирована в Калининском психоневрологическом интернате. Что произошло, станет известно в ближайшие дни, когда придут анализы на коронавирусную инфекцию. 48 получателей услуг и сотрудников взяты анализы на ковид. Пока еще результатов нет. Те, которые получатели услуг были в контакте, по ним применили карантинные мероприятия, прекратили перемещение между этажами и все остальные меры, которые необходимы в этих условиях. В том числе применяется разовая посуда и ведется очень динамическое наблюдение. Пациенты все взяты под наблюдение как медицинских работников нашего интерната, так и лечебных учреждений. Диспансер наблюдения ведется регулярно. Ситуация в интернате находится под контролем. Напомним о тревожной ситуации, сложившейся в Калининском психоневрологическом интернате, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Степанов на еженедельном совещании в Доме правительства. По его информации, в выходные две пациентки интерната обратились с жалобой на головную боль. У них поднялась температура. При проведении компьютерной томографии у одной из пациенток выявлены признаки пневмонии с 5-процентным поражением легких. Ее госпитализировали. К вечеру этого же дня общее число пациентов с температурой до 38 градусов достигло 12 человек. На данный момент всех температурящих госпитализировали. В Министерстве труда отметили, что все сотрудники подобных учреждений с апреля работают в закрытом режиме по две недели и при заступлении на вахту обязательно сдают анализы на коронавирус, чтобы исключить риск заражения. Сегодня в Доме правительства прошло заседание Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности. Обсуждались важные для бизнеса вопросы. Один из них – итоги национального рейтинга инвестклимата регионов этого года. Напомним, республика заняла 38 место среди основных причин снижения длительной процедуры по выдаче разрешений на строительство и неэффективность процедур госэкспертизы документации. Члены Корсовета обсудили предложение по снижению налоговой нагрузки с 1 января 2021 года. Более подробно об этом завтра в программе «Республика в 20.00». Объявлен конкурс на замещение вакантной должности сити-менеджера столицы Чувашии. Среди требований к кандидатам возраст от 18 до 65 лет, высшее образование, стаж муниципальной работы или по специальности и опыт на руководящих должностях, а также знание конституции и нормативных актов. Документы от соискателей принимаются в столичной мэрии до 27 октября. Напомним, с Алексеем Ладыковым, который 9 лет был главой администрации Чубаксар, 8 октября расторгли контракт. Сейчас временно городом руководит Владимир Филиппов. Двум бывшим сотрудницам Государственной службы Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам вынесен обвинительный приговор в получении взятки в особо крупном размере. Чиновницы, вступив в преступный сговор с двумя коммерческими организациями, на протяжении двух лет проводили расчеты тарифов на электроэнергию по сниженным ценам и не допускали проверок на предприятиях. Взамен они получали ежемесячно от 70 до 90 тысяч рублей. В общей сложности гонорар составил 4 миллиона. Приговором суда чиновницам назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Представителям коммерческих организаций, передававших взятки, назначено наказание в виде штрафов в размерах более 10 миллионов и более 12 миллионов рублей каждому, а также лишение права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на протяжении пяти лет. Кроме этого наложен арест на имущество осужденных на сумму более 10 миллионов рублей, а также изъятые у них денежные средства в размере около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Еще год назад жители Канаша били тревогу и исток реки Аниш превратился в свалку. С просьбой о помощи они обращались в Общероссийский народный фронт. Тогда местные власти обещали решить проблему, но ничего не сделали. Наша съемочная группа снова отправилась на место событий. Продолжение истории у Юлии Важениной. Исток реки Аниш. Июль 2019 года. А это октябрь 2020. Видите разницу? Впечатление, что стало даже грязнее. Пакеты, бутылки, сломанные стулья и даже старый холодильник. Такое чувство, что я нахожусь на свалке. А нет, это река Аниш. Кстати, именно из этой реки по факту жители города Канаш и пьют воду. Раньше здесь водились выдры, утки и рыбки. Сейчас здесь даже неприятно находиться. Но какой тут аромат. Кстати, хорошо, что камера не передает запах. Администрация Канаша в первый наш приезд пообещала облагородить территорию. Еще до 1 сентября 2019 года. По словам в Рио главы города, территорию убирали и не раз. По факту, чище не стало. В прошлом году были проведены мероприятия по уборке мусора, находящегося на данном участке. В прошлом году, также в этом году, неоднократно мы выезжали. Вывезено порядка 400 кубометров мусора с данного участка. А ведь раньше, еще 20 лет назад, жители города здесь даже купались. Потом берега застроили гаражами. В этом жители и видят основную причину загрязнения. Весь мусор гаражного кооператива не вывозится, а сбрасывается в реку. По периметру нет даже мусорных контейнеров. Конечно, вот это загрязнение влияет на природу, на качество жизни людей. После дождей, то, что накопилось на территории, все смывается в реку. Такими темпами, при бездействии местных властей, эта река в ближайшее время сама собой не очистится. С проблемой жители обращались в администрацию города, к депутатам, главному федеральному инспектору и Роспотребнадзор. Начиная с главы администрации, потом на прямую линию к Путину, главе администрации не один раз. Я даже собрала обращение подписей. Главы администрации у нас менялись несколько раз. И каждому новому главе я писала обращение. Ходила на приемы. Все мне обещали помочь, но толку, как видите, никакого. Жительница даже предлагает варианты решения проблемы. Есть выход возобновить деятельность гаражных кооперативов, установить эти контейнеры и вовремя убирать мусор. Кстати, такая проблема есть во многих районах. Так стоки одной животноводческой фермы загрязняют реку Маргаушку. Экологические проблемы есть на реке Херлеп в Урнарском районе. Засоряется Шимуршинский водоем. И везде виноваты мы сами. Люди выкидывают мусор, выливают химические отходы. Министерство природных ресурсов. Проблему города Канаж знает, когда есть проблема. И поэтапно решаем. Сейчас конкретно по притоку реки Онеж до сих пор не было границ водохранной зоны. В этом году через мини-проводу уже выделяются средства. Мы определен подрядчик и до конца года будет установлена водохранная зона. Почему этого не сделали раньше, непонятно. Неясно, как изначально разрешили строить гаражи вдоль реки. Расстояние от них до воды не больше 10 метров. Значит, по закону их здесь быть не должно. Но гаражи не единственный источник загрязнения. Ситуацию ухудшает и дом быта, который сливают в воду химикаты и городская свалка. Сейчас администрация города пытается решить вопрос с гаражными кооперативами и планирует попасть в программу благоустройства малых рек Чувашей. Звенит ли это дело с мертвой точки? Увидим. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Предпринимателя из Чувашии заподозрили в продаже больной птицы. В неприятной ситуации разбирались профильные ведомства. Как сообщили специалисты, информация оказалась недостоверной. На минувшей неделе в Буинском районе Татарстана зафиксировали птичий грипп. По версии ветслужбы Татарстана, источником болезни явилась птица, приобретенная у предпринимателя из Батаревского района Чувашии. Госветслужба Чувашии оперативно взяла пробы для лабораторных исследований. Результаты тестов оказались отрицательными. В настоящее время Чувашская республика является благополучной в отношении гриппа птиц. И мы должны эту ситуацию поддерживать благополучной. Граждане должны в первую очередь самостоятельно соблюдать все ветеринарно-санитарные правила при содержании птицы. Сегодня Олег Николаев провел рабочую встречу с директором макрорегиона «Волга» Почта России. Александр Вакуленко представил исполняющего обязанности директора управления Федеральной почтовой связи Чувашской республики Максима Ладилова. Максим Ладилов с 2006 года работал заместителем директора управления Федеральной почтовой связи Чувашии. Стороны обсудили перспективы развития филиала «Почта России» в Чувашской республике и внедрение новых сервисов для повышения качества обслуживания населения. В этом году фонд «Аня Чижовой» выиграл президентский грант на новый благотворительный проект развития эрготерапии и пастурального контроля. Благодаря этому можно обучать родственников детей-инвалидов особенностям ухода. Фонд «Аня Чижовой» помогает тяжелобольным детям. Такие ребята требуют особого внимания, но родители и близкие зачастую не знают, как правильно ухаживать за ребенком, какое оборудование необходимо приобрести. В таких случаях им на помощь приходит эрготерапевт – специалист по восстановлению двигательной активности. Нужно аккуратно взять забедренный сустав и отнести ребенка. Молодец! И с помощью укладочной подушки ребенок будет полностью в хорошем положении, то есть ручки не деформируются из-за того, чтобы нагрузки нет на плечевые суставы. Сейчас в Чувашии лишь несколько эрготерапевтов. Направление новое и только развивающееся. Благодарительный фонд «Аня Чижовой» выиграл президентский грант, средства которого направлены на обучение специалистов и родителей особенных детей. «Ребенку особенному он не может обычную ложку взять в руки. Мы с помощью специального пластика адаптируем ложку, чтобы она, например, будет уже согнутая, ему будет легче подносить к рту. Она будет толще, мы можем сделать прямо под пальцы это все. Также ручки, например, там, ну, все, что ребенок, всем, что ребенок пользуется, мы сможем адаптировать». Всего в благотворительном фонде «Аня Чижовой» более 300 подопечных. И каждому из них необходима грамотная помощь эрготерапевта. Грантовые средства позволят приблизить ее к пациентам. «Раз, два, три, четыре. Ой, как пальчики расслабились. Взял, да?» Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Территория спорта. После длительного перерыва, вызванного пандемией, в Республике начались учебно-тренировочные сборы. В каких условиях тренируются будущие чемпионы, расскажет Ольга Семенова. Почти 100 спортсменов в возрасте от 14 до 20 лет усиленно готовятся к всероссийским и международным соревнованиям. Спортивная борьба, легкая атлетика, футбол, тайский бокс и велоспорт – в таких видах спорта ребята готовятся стать лучшими. Ваня Емельянов занимается футболом 8 лет и уже привык к выверенному ритму жизни. «Мы просыпаемся в 7.30, идем на утреннюю пробежку, возвращаемся в корпус, потом у нас завтрак, после завтрака у нас есть час свободного времени, час-два свободного времени, потом мы идем на дневную тренировку, после дневной тренировки мы кушаем обед, потом у нас чаще либо баня, либо бассейн, и под вечер, после того, как мы поужинаем, мы уже идем на вечернюю тренировку, где отрабатываем навыки, которые получили на дневной тренировке». Традиционные спортивные площадки не простаивают и минуты. График занятий жесткий. Для велосипедистов есть особая трасса. Имитация подъема в гору, склоны, узкие тропинки, трамплины и каменистые дорожки – все это тренер женской сборной Чуваши по маунтинбайку Владимир Краснов долгие годы выстраивает своими руками. «Вид наш очень экстремальный. Вы уже видите, вот какие трамплины. Там дальше, если там, еще сложнее у нас трамплины есть, которые мы называем модули. С каждого чемпионата мира, Европы и Кубков мира я привозил вот такие страшные, опасные участки и здесь строил. Зимой сугробы, если падает, он зарывается сугробой, и как бы это получается страховка». Тренировки проводятся в физкультурно-оздоровительном центре «Росинка». Сосновый лес, чистый волжский воздух лишь укрепляют здоровье. «Построена новая площадка, новое покрытие. Вот сейчас мы находимся на нем. Закуплены тренажеры в тренажерный зал. Сделана полоса препятствий. Есть две крытые площадки воркаута». Ожидается еще несколько заездов спортсменов. Так что физкультурно-оздоровительный центр возвращается к обычной жизни. Ольга Семенова, Георгий Кривошейн, Республика. Это главные новости вторника, 13 октября. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии.